Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Продолжаем разговор о наших обязанностях перед нашими женами. К этим обязанностям относят такое чувство, как ревность. Мы знаем, ревность бывает и мужская, и женская. Сегодня речь пойдет о мужской ревности. И когда мы перейдем к обязанностям наших жен перед нами, тогда мы отдельно затронем тему женской ревности. Ревность — это свойство, присущее каждому мужчине и женщине. Естественное чувство, которое создано Всевышним Аллахом. Так же, как и любые эмоции, любые чувства, свойственные нам с рождения, должны быть подчинены велениям Всевышнего Аллаха и сунне нашего пророка, салли Аллаху алейхи ва саляма. И ревность также должна быть подчинена этим нормам. И поэтому посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма в хадисе сказал, «Инна мина лгирати ма юхиббу Аллаха, ва минха ма юбгиду Аллаха». Воистину, в ревности есть то, что любит Всевышний Аллах, и есть то, что ненавидит, вызывает гнев Всевышнего Аллаха. «Фа амма лгирату лляти юхиббу Аллаху, фа лгирату фириба», сказал посланник Аллаха. «Воистину, та ревность, которая любима Всевышнему Аллаху, это ревность, вызванная причиной. А ревность, которая вызывает гнев Всевышнего Аллаха, это ревность, вызванная без причины, то есть болезненная ревность». Мы знаем, что ревность, это чувство, мужское чувство, зачастую становится причиной неисправимых ошибок некоторых мужчин. И порой наоборот, становится причиной отсутствия ревности, становится причиной неисправимых ошибок женщин. Поэтому, согласно данному хадису посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, ревность, чувство ревности должна присутствовать, и она должна целиком и полностью соответствовать, то есть должна быть подчинена велениям Корана и Сунны Пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И мужская ревность — это защитница достоинств. Это то, что ее можно сравнить с некой колючей проволокой, которая защищает нашу частную территорию, нашу собственность. А в данном случае это колючая проволока, это защитная зона, защитная зона отчуждения, которая является защищающей, защитницей целомудрия в обществе, мужского достоинства. И поэтому мужчина обязан быть ревнивым. И когда должна работать эта ревность? Должна работать именно тогда, когда женщины наши, будь это наша супруга, будь это наша сестра, мать, мы в частности говорим о наших обязанностях перед нашими женами, эта ревность должна срабатывать именно тогда, когда наша супруга совершает поступки, которые могут вызвать соучастие постороннего мужчины в том праве, которое принадлежит только нам. То есть тело нашей супруги, ее красота, ее внешность, все это принадлежит по праву только тому, кто является ее супругом. И когда, например, наши жены одевают ту одежду, которая привлекает внимание посторонних мужчин, или же она отправляется в те места, в которых не соблюдаются правила общественного пребывания разных полов и так далее. И если мы на это закрываем глаза, и мы не ощущаем никакого чувства ревности, то значит мы потеряли то чувство, которое создано Всевышним Аллахом в нас, для того, чтобы это служило защитой нашего имени, нашего достоинства, нашего целомудрия в обществе. Поэтому тот мужчина, который без повода ревнует к своей жене, как говорят каждому столбу, такая ревность, она разрушает семьи. Это становится очень причиной, даже приводящей к разводам многие семьи, которые приводят к полному отсутствию доверия к своей супруге. Такая ревность вызывает гнев Всевышнего Аллаха. А полное отсутствие ревности, когда мужчина не реагирует ему без разницы, куда отправляется его супруга, с кем она проводит время, как она выходит на улицу, умощаясь всякими духами, одеваясь нескромно или же не прикрывая свой аурат. Этот человек относится к тому человеку, которого посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи и саллима, назвал «отдаюз» в хадисе. То есть посланник Аллаху алейхи и саллима в хадисе сказал, трое не попадут в рай. Первый — это «отдаюз», то есть тот, которому безразлично, что делает его супруга. То есть тот человек, который потерял чувство ревности и не запрещает своей супруге, а напротив даже поддерживает, когда она совершает поступки, которые могут приблизить ее к мерзостям. И вторая женщина, говорит посланник Аллаху алейхи и саллима, женщина, то есть мужеподобная женщина, то есть которая старается отойти от своей женственности и уподобляется мужчине. Эта женщина также не увидит рая и распивающие алкогольные напитки. Это сделает нас Всевышний Аллах настоящими опекунами наших семей, несущими достойно эту ответственность на своих плечах перед Всевышним Аллахом и перед обществом. И простит нам наши грехи. Ассаляму алейкум, рахматуллах и ва баракату. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ... Продолжение следует...